Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа по существу. И сегодня у нас в студии ученый-исследователь, кандидат исторических наук Сергей Щербаков. Добрый вечер, Сергей Владимирович. 20 июня в канун Дня Республики была презентована монография Сергея Щербакова «Национальное самоопределение чувашского народа. Идеологический аспект». Вот об этом мы сегодня и поговорим с автором. Сергей Владимирович, на эту тему в последние 93 года, именно столько мы собираемся отметить в нашей республике, было сказано и написано немало. Но каждый исследователь обязан принести что-то свое, что-то новое, что-то эксклюзивное. Что именно отличает вашу работу от всех предыдущих, написанных на эту тему? Дело в том, что изучение этого вопроса в советское время, оно было начато в советское время. И оно проходило через призму ленинской национальной политики и однобокового классового понимания интернационализма. Историков больше интересовало, и это было всесторонне раскрыто, как партия большевиков в начале 20 века повлияла на становление российской федеративности. Как руководство, центральное руководство страны учитывало интересы народов и как реализовывало эту политику сверху, как бы называть, что называется, сверху. В моей работе предпринята обобщающая попытка разобраться в том, что, а чего именно сами национальные лидеры чувашнего народа в начале 20 века хотели сделать применительно к своей нации. Как эти инициативы встречало руководство, что у них получилось, то есть проследить вопрос национального самоопределения, что называется, снизу. То есть откуда вообще возникла идея национального самоопределения в нашей республике, которая всю жизнь была, я считаю, крайне толерантна по отношению ко всем остальным этносам? У нас вообще уникальный специфический народ, потому что уникальный исторический опыт, мирное вхождение в состав России. Они никогда не ставили вопрос о том, чтобы территориальном отделении. И поэтому и вся идеологическая программа, которая была у чувашских национальных лидеров в начале 20 века, строилась как раз на мирном сожительстве между народами, между всеми народами нашей страны. На какие источники вы опирались, когда писали свой труд? Я в течение 7 лет работал в Государственном историческом архиве. И мне, конечно, очень сильно повезло, что мне, как историку, удалось постоянно находиться среди документов. Потому что наши чувашские архивы, несмотря на сложившиеся территории СИП, что у нас мало документов, на самом деле обладают колоссальным количеством архивных документов, которые еще не вошли в обиход исторической научной общественности, и тем более широкой на этой общественности. Почему так сложилось? В советское время многие моменты старались умалчивать, потому что исследования архивов пускали вообще по партийным принципам, то есть люди партийные. И, естественно, они то, что видели, что не соответствует ленинской национальной политике, поэтому они старались эти моменты просто написать о недозрелом классном сознании, о темноте, о малообразованности, ну и то, что они врагами, и все. То есть конкретизацией не занимались. Но, тем не менее, у нас вот этот материал очень интересный, особенно по 2018 году. Вообще, интересный, ключевой такой момент, когда вот как раз вот это бурлило, вот это все, только вот эта вся будущая федеративность, она только начинала формироваться. И чувашские лидеры выдвигали свои идеи, которые дали потом дальнейшие основы для того, чтобы сформировать не только свою автономию, повлияли и на автономию, виды автономии на всем Волжско-Уральском регионе, и в страну в целом. Интересные документы. И вообще тоже пришел к выводу о том, что, к сожалению, у нас никто до сих пор нормальных сборников документов. Уже в соседних республиках, в Татарстане, в Мариел, в Башкирии, в Удмурте, в 60-х годах у них уже имеются полноценные сборники документов, где вопросы национального самоопределения и образования автономии очень внимательно досматриваются. Там документы существуют. И они идут с 2014 года, 2017 год. Первые их такие сборники появились в 60-х годах. В наше время вышли уже новые сборники. В Башкирии они там аж четырехтомные, такие насыщенные. У нас, к сожалению, такого пока нет. То есть в 60-е годы у нас был сборник издан образования «Чувашская автономия», но он рассматривал только вопрос 2020 года. А 2019, 2018, 2017 выпал из уже контекста исследования, и поэтому это большой пробел. И он так не хватает нашей общественности, потому что каждый же не может пойти в архивы. Поэтому у меня вот такой интересный проект есть, чтобы выпустить шеститомные издания, но не в хронологическом порядке, как обычно это и делается, а по учреждениям. То есть те ведущие организации 17-го и начала 20-х годов, которые занимались самоопределением народа, вот их нужен. Огромный массив. Уже, например, по Чувашскому военному окруженному комитету, который проводил все российские съезды, программные резолюции издавал, входил в диалог с центральным правительством. И очень нужен нашей общественности. Поэтому вот дальше комиссария по Чувашскому делу. Чувашский отдел при Наркомнации. Сергей Владимирович, что самого интересного Вы открыли лично для себя? Все-таки ученый-историк, он достаточно хорошо ориентируется в любом периоде, даже если это не является его специализацией. Но вот когда начинаешь копать глубже, все равно какие-то открытия ждут. Вот для себя именно что Вы открыли? Для себя. Я сам закончил наш государственный университет, исторический факультет по специальности всеобщая история. Историю Чуваши я, честно говоря, знал, но мало интересовался. Просто как-то не приходил с Митем. А непосредственно изучив документы, я был удивлен, насколько интересны у нас были лидеры, насколько они интересные идеи выдвигали, программы выстраивали, диалоги, и как они успешно. Все-таки характерно Чувашской неагрессивной настойчивостью, но вот именно такой, они этого аккуратно добивались и много добились. И то, что в 20-м году, 24 июня был издан декрет, и это является большим показателем того, что центральное правительство стало считаться таким народом. И это, наверное, больше всего на меня впечатление произвело, потому что... Ну а потом, когда я посмотрел нашу литературу, особенно советскую, и, честно говоря, был разочарован, потому что вот этот огромный массив у нас не находит отражения. Поэтому поставил себе задачу, чтобы наши дети все-таки более подробно знали этот вопрос. У нас столько интересных моментов. Хотел, чтобы мои дети встречали, скажем так, такую историю, какая она была на самом деле по архивным документам, а не с точки зрения идеологии, которая была в то время или сейчас. И результатом этого стала книга. Ну вот кому еще, кроме своих детей, вы адресуете монографию? Вообще, история каждого народа нашей Российской Федерации – это вообще достояние всей страны нашей. Потому что история каждого народа, она уникальна, специфическая. Вообще, то, что каждый народ до XX века сохранил свою культуру, это уже достойно того, чтобы ее узнали. И поэтому эта книга, надеюсь, будет интересна всем. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был ученый-исследователь, кандидат исторических наук Сергей Владимирович Щербаков, автор монографии «Национальное самоопределение чувашского народа в начале XX века. Идеологический аспект». Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok